Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте! У микрофона Шхадация Ибназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова поговорим с вами о том, что важно. Проблема домашнего насилия в семье по-прежнему остается острой в Таджикистане. Несмотря на принятый два года назад закон о предупреждении насилия в семье, который должен был внести достойный вклад в развитие семейной культуры, укрепление основ семьи и в том числе семейной жизни молодых пар, решить эту социальную проблему не получилось. Проявление агрессии в таджикских семьях присутствует. Большая часть жертв домашнего насилия – это женщины и девушки. Причем страдают они не только от своих мужей или отцов, но и от других членов семьи. Тему продолжит Камария Ахрор из Сагдийской области. Зарина, 30-летняя жительница города Худжанд, рассказывает, что долгое отсутствие супруга, который находится в трудовой миграции в Российской Федерации, стало причиной распада ее семьи. Женщина не жалуется на оттяготы, которые выпали на ее долю. Она просто не смогла больше терпеть оскорбления и ругательства со стороны братьев мужа и решила развестись. В семье мужа меня всегда ругали, даже оскорбляли. Я была вынуждена развестись с мужем и теперь осталась одна со своими двумя детьми. Домашнее насилие в нашей стране становится одной из причин увеличения разводов молодых семей. Махина, еще одна жительница Сагдийской области, в 2009 году вышла замуж за своего односельчанина спустя два года. У них родился ребенок, однако малыш появился на свет нездоровым. Именно это обстоятельство стало причиной ухудшения отношения мужа, свекрови и других родственников супруга к Махине. После появления ребенка начались ругань и разборки. Вот уже два года, как моя свекровь выгнала меня из дома с больным ребенком на руках. В том доме муж поднимал на меня руку, свекровь всегда оскорбляла. Я вернулась домой к родителям. Увеличение числа разводов среди молодых семей в Таджикистане стало большой проблемой. Это вынудило власти принять меры. 2015 год был объявлен Годом семьи в рамках Года семьи в республике. Предусмотрены мероприятия, целью которых является возрождение института семьи и повышение статуса женщин в семье и обществе, говорит руководитель отдела по делам женщин и семьи при Хукумате Сагдийской области Надира Мирзозуда. Президент объявил 2015 год Годом семьи. И это поддержка женщин, матерей, поддержка семьи. Сегодня женщины работают во всех областях, как и экономических, так и общественных. Сегодня женщин можно увидеть и в политике, в науке, образовании и на производстве. И надо отметить, что с каждым годом их деятельность становится все лучше и успешнее. Тем не менее, официальные источники сообщают, что число разводов в Сагдийской области за шесть месяцев текущего года увеличилось по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. Вот что говорит руководитель управления записи актов гражданского состояния Сагдийской области Мукадам Хашимзуда. За шесть месяцев 2015 года в области зарегистрировано 9133 браков, что на 2035 браков меньше по сравнению первого полугодия 2014 года. Число разводов составляет 1910 случаев, что по сравнению с прошлым годом на 19 случаев больше. Не только проявление физического насилия в виде нанесения телесных повреждений, но и эмоциональное насилие, которое выражается в унижении словесных оскорблениях. Сексуальное насилие является нарушением закона и несут за собой ответственность. Многие развод молодых связывают с проживанием в тесном доме нескольких членов семьи. В силу менталитета проявления домашнего насилия не принято широко обсуждать в обществе, а сами жертвы зачастую даже не понимают, что подвергаются насилию, отмечает руководитель женского центра Гулрухсор в городе Худжант Сабухат Бабаджанова. За шесть месяцев с 2015 года в женский центр Гулрухсор обратились за помощью 1639 женщин. Эта цифра превышает число обращений аналогичного периода 2014 года. К сожалению, насилие в отношении женщин в нашем обществе существует. Многие обращения показывают, что женщины очень сильно финансово зависят от своих мужей. Раньше мы говорили, что для мужчины мало справляться с оракаремеслами. Сегодня мы говорим, что женщина тоже должна владеть оракаремеслами. Если сегодня таджикская женщина будет иметь работу, будет иметь образование, по моему мнению, она не столкнется с домашним насилием. В законе Республики Таджикистан о предупреждении насилия в семье не сформулированы механизмы его действия. В документе определены несколько субъектов его исполнения – это органы сфер образования, здравоохранения, внутренних дел, а также гражданское общество. Но не расписано, каким образом они должны взаимодействовать и работать самостоятельно. В законе не обозначена ответственность за его несоблюдение. Каким образом выполняют этот закон на местах или не выполняют, проверить и доказать невозможно. Репортаж подготовил Камари Ахрур Худжант. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы, или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-1011. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была Шахадатса Ибназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на нашем сайте в интернете – www.iwpr.net или www.kabar.asia. А также на Фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку – IWPR Таджикистан. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова поговорим с вами о том, что важно. Редактор субтитров А.Семкин